друзья привет и снова здравствуйте и мы на майорке это самая высокая . наверно обжитая сказал майорке жена хотел сказать что мы на самой крайне северной оконечности острова майорк северо-восточный да это северная конечность лежит на востоке острова но она одновременно самая северная потому что мыс фарментор загибается в сторону материка и вот это заповедник мыс фарментор в этом заповеднике ничего кроме скал раньше не было а потом человек здесь совершенно неожиданно для нас стал осваивать эти места еще древние римляне здесь уже сделали свои поселения в долине а уже в более поздние времена здесь поставили маяк потому что здесь сплошные скалы маяк видно издалека а вот василий сказал что здесь ничего нет кроме гор это неправда здесь козы очень много глаз не только козы но еще и козлы вот а еще здесь куча куча автомобильных дорог то есть вот проложить такой серпантин через это безлюдное место затратить кучу вон там он за нами затратить кучу асфальта для того чтобы лесопедисты красные козлы могли добраться до маяка это дорогого стоит только испанцы могли себе такое позволить русский человек на это бы не пошел да ладно у нас тоже есть на массах всяких дорожки здесь интересно что дорога открыта для таких туристов как мы на машинах только до десяти утра вот до десяти утра можно забраться по этому серпантину а потом уходят автобусы да если успел туда ехал сам а не успел тебе помогут автобусы но очень трудно с велосипедистами ты будешь ехать за ним не обгоняя пока он не сойдет с маршрута а это может не быть да не с маршрута не сходят не как мы пытались так что бойтесь автобусов и велосипедистов ну какие бы ни были сложности мы все-таки добрались до маяка и есть специальные площадочки чтобы обойти маяк вокруг по периметру это вид с высоты такой красивый видно как раз кап де фармендор он возвышается на 384 метра над уровнем моря и можно вокруг самого маяка прогуляться вокруг маяка и этого мыса есть множество бухт включая кала фигейру и кала мурту а около маяка не каждый сможет смотреть вниз с высоты почти 400 метров вид не для тех кто боится высоты история самого кап де фармендора начинается с 1863 года когда открыли этот маяк фармендор инженеру который спроектировал дорогу на фармендор поставили такой необычный памятник антонио претти он ее построил в 1925 году дорога протяженностью более 13 километров идет от порта паянце до кап де фармендора здесь есть очень красивые view point и смотровой площадке на одну из них самую красивую можно подняться вот по такой дорожке специально сделанной открывается прекрасный вид вообще дорога вся вся в соснах а сосны здесь тоже необычные это можно сказать сосна фармендора и и прославил своем стихотворении самый известный поэт майорке но испанский поэт микель коста и альбера он написал стихотворение сосна фармендора лупидо фармендор и сейчас вы слышите песню на это стихотворение тоже очень известная и это сосна так покорила поэта что она растет прям из скал мы называем эти сосны пиньями они очень сильные красивые и полезные запах и действительно целебный ну а сейчас о том стрессе который мы испытали выезжая с фармендора мы знали что надо заехать до 10 но не знали что надо выехать до 10 и спокойно путешествовали а когда выезжали нас ждал сильный стресс и вот как это было охранник когда мы выезжали уже через закрытый шлагбаум как вам открылся охранник нам сказал ждите штраф в 200 евро потому что вы не успели выехать до 10 утра вот такая незадача но так здоровья всем и приятного настроения приезжайте на фармендор с вами были лариса и василий качаловы мы не прощаемся это майорка кап де фармендор самая северная точка майорке до новых встреч а